Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, я уже снимал видео о цифровом рубле, что наряду с наличными деньгами, наряду с безналичной системой расчетов, хотят ввести третий, так скажем, вид валюты в стране, цифровые рубли. То есть это специальные цифровые коды, которые будут храниться в электронном кошельке. У нас сейчас все достаточно модно, электронно, электронные базы данных, цифровые коды, цифровизация и так далее. Цифровой рубль. Значит, Центробанк говорит, не ставится целью заменить наличные денежные средства. Это будут цифровые рубли, которые не являются криптовалютой, потому что эмитентом является Центробанк России. И я уже говорил о том, что есть действительно зарубежный опыт, цифровой юань, например, в Китае тоже внедряется потихоньку. И, в общем-то говоря, ничего такого в этом и нет, но только не с нашей действительностью. Почему? Потому что, в принципе, наверное, в Китае система такая же. Все дело в том, что Центробанки гонятся сейчас за успех создать такую национальную цифровую валюту, потому что, по-моему, Фейсбук, что ли, заявлял о намерении создать свою валюту, которая будет чем-то обеспеченной и так далее. То есть цифровые деньги, которыми могут люди расплачиваться. И, в общем-то говоря, многие страны запустили такие пилотные проекты по созданию цифровых своих национальных валют. И вот Центробанк назвал дату запуска цифрового рубля. Но не это интересно. Интересен больше всего в этой статье, почему я решил снять видео на эту тему, значит, комментарий официального представителя Кремля, как сейчас говорят мне, пресс-секретаря президента уже пишут, официальный представитель Кремля. Ну и добавляют, где пресс-секретаря президента Песков. То есть, мне кажется, он, не знаю, то ли не подумав, то ли еще как-то, мне кажется, рассказал мне истинную цель создания этого цифрового рубля. Вот послушайте, что пишут. Пилотный запуск проекта цифровой рубль может состояться в конце 2021 года, то есть уже в конце следующего года. Заявила председатель совета директоров регулятора Эльвира Набиулина, Центробанка. Ее заявление цитирует ТАСС. Значит, в начале октября в ЦБ допустили появление в России третьей формы денег, наряду с бумажными безналичными средствами. Ей может стать так называемый цифровой рубль, это цифровой код, хранящийся в электронном кошельке, как я уже говорил, который будет абсолютно эквивалентным наличным и средством на банковских счетах. То есть, ну, все эквивалентно. Зачем? Казалось бы, да, наличные. Вы идете, пирожок купили, никто не знает, что вы купили пирожок. И безналичная система расчетов, когда и так можно, так сказать, все прозрачно, все видно, все транзакции. Цифровой рубль. Мы сейчас с вами дождемся и послушаем комментарий Пескова. Мне кажется, он прям лучше всех блогеров и экономистов сказал, для чего нужен цифровой рубль. Все дело в том, что на самом-то деле, довольно интересный проект и довольно удобно, потому что цифровой рубль, да, это некая такая новация, да, и, в общем-то, говорят, для страны это здорово. Но, я еще раз говорю, если вы берете наличку, да, и вы выходите и идете куда-то и что-то приобретаете, есть какая-то тайна частной жизни, личной жизни, да, вы любите пирожок с капустой, а другой любит пирожок с малиной и так далее. Цифровой рубль это электронный кошелек, самое главное, что управление со смартфона, то есть наверняка нужно будет, они привязаны еще наверняка к каким-то госуслугам, установление приложения, да, и ваши денежки будут храниться, вы будете с, вот сейчас вы скажете, а какая разница, на смартфонах установлены, например, там эти мобильные банки, да, например, там все приходит, все уходит, все так же, все на счетах хранится в банках. Ну, видите ли, в чем дело, здесь вопрос заключается в том, что банки, да, соответственно, у вас в каком-то банке, у другого человека в другом банке там счет, а здесь цифровой рубль, это вот валюта, которую, эмитентом, которая является Центробанк, и эти электронные кошельки, они будут открыты, например, от Центробанка, понимаете, да, то есть не нужно будет там какие-то банки залезать специально, чтобы там что-то узнать. Вот, так сказать, государство, понимаете, делает электронную, электронную такую штуку, как бы для нашего с вами удобства. Послушайте дальше, сейчас вам все будет понятно. При этом эксперты-регуляторы отказались называть цифровой рубль криптовалютой, сославившись на то, что его эмитентом выступит Центробанк. Предполагается, что россияне смогут пользоваться нововведением с помощью смартфонов и других гаджетов, то есть с помощью смартфона у вас есть электронный кошелек, там цифровые рубли, например, там у вас 500 цифровых рублей, да, у каждой рубль это цифровой код. Вот, вы ими можете расплатиться, там, отправить эти цифровые рубли на другой кошелек, но абсолютно все транзакции, они будут видны как на ладони, абсолютно, более того, они будут привязаны абсолютно ко всем телефонам. И самое интересное, что, в общем-то говоря, это неплохо, наверное, да, потому что можно осмотреть какие-то операции непонятные, еще что-то, блогер, но вопрос в другом, вопрос в том, как я уже задаю, а где какая-то конфиденциальность, какая-то анонимность, какая-то территория частной человека, чтобы он мог понимать, что он взял денежку, пошел что-то приобрел. Понимаете, все, все вот делается на ладонь, и, в общем-то, еще раз скажу, это неплохо для профилактики преступности, для еще чего-то, но, а если человек не хочет, чтобы, например, люди знали, что он приобретает в магазине, да, вы зашли, там, эти цифровые рубли, раз, там, насчет магазина, там, цифровые рубли так же, расплатились без проблем. Вопрос в другом, послушайте, 23 октября председатель ЦБ Эльвира Набиулина заявила, что реализация проекта может начаться в конце следующего года, она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан. Каким образом? Абсолютно непонятно, ибо электронный кошелек будет именной, соответственно, рубли будут там лежать, и все будет понятно, кому этот кошелек принадлежит. Набиулина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги. А вот теперь послушайте более простым языком пресс-секретарь президента, спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрия Пескова. Вы понимаете, сколько? Официальный представитель Кремля, я думаю, это тот же Дмитрий Песков. Значит, ну давайте нажмем на всякий случай, проверим Дмитрий Песков. Да, это он. Значит, он еще и спецпредставитель президента России по цифровому развитию. Значит, ранее, как сообщал Рамблер, пишут, спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков назвал главную функцию цифрового рубля на свой взгляд. Ну, его взгляд, вы понимаете, чей взгляд, да? Он отметил, что цифровая национальная валюта поможет добиться прозрачности платежей и побороть бедность. Как вам? То есть цифровой рубль поможет побороть бедность. Обычный рубль не помогает, а цифровой поможет. Но что первое он сказал? Добиться прозрачности, поможет добиться прозрачности платежей. Прозрачность платежей. Главное, что нужно, чтобы каждая ваша транзакция на рубль, на 50 копеек, на 50 тысяч, на 100 тысяч, каждая была видна как на ладони, без всяких необходимых судебных решений, обращений в банки, запросов, отказов, еще чего-то. Просто заходишь и смотришь через центробанк, так он является имитентом этих цифровых рублей. Самое главное побороть бедность. То есть под личиной сейчас того, что якобы, ребят, цифровые рубли нужны для того, чтобы бороть бедность. Люди скажут, что вау, это круто, наверное, с помощью этого мы будем больше иметь. Дальше он говорит, послушайте. Например, существуют ситуации, когда россияне требуют субсидию на бедность. Представляете, такие ситуации еще существуют, когда россияне требуют субсидию на бедность. Они еще есть в нашей стране. Но при этом тратят сотни тысяч рублей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько россиян требуют субсидию на бедность, но при этом тратят сотни тысяч рублей. А откуда они их взяли и куда они их тратят, неизвестно. Вот в этом поможет цифровой рубль. Можно будет совершенно спокойно посмотреть. Я думаю, наличные денежные средства потихоньку будут вымещаться таким путем. Цифровой рубль, продолжает Песков, в будущем поможет контролирующим органам иметь полное представление о транзакциях потенциальных кандидатов на получение выплат. Вот и все. То есть, если человек пришел оформлять какую-то субсидию или еще что-то, и он колынет, например, где-то. Ну, это же не так запрещено. Ну, бомбит, например, он, не имея лицензию такси. Нарушает, да. Ну, вот не оформляет, потому что вложение, потому что этот вот вышел побомбить 2-3-4 раза перед устройством на работу. Где-то на стройку устроился там, получил денежные средства, да. Подколымил, что называется. Нет, не пройдет. А жена пошла субсидию оформлять. Цифровой рубль, понимаете, чтобы наличку потихоньку вытеснить, но чтобы побороть бедность. Вот, мне кажется, в комментарии Пескова здесь, как мне кажется, это, ну, для меня, во-первых, удивление, что он спецпредставитель президента России по цифровому развитию. Да, это я узнал сегодня, сейчас только что. А второе, это его комментарий, мне кажется, объясняет весь смысл цифрового рубля. Поэтому, ну, для меня все понятно после его объяснения. Действительно, объяснение очень четкое, понятное и прямое. Ну, прям так вот, в точку. Без всяких, так сказать, прикрас. Пишите, ребята, ваше мнение, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал Будда Гришна, на канал саморазвития Будда Гришна, лайв. Добро пожаловать в мой инстаграм Будда Гришна, нижнее, подчеркиваю, неофишил. Всем пока, ребят, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok